ПЦР-ТЕСТ Управка о выздоровлении может быть не старше шести месяцев. В материковой части Португалии действуют аналогичные правила. Мальта выставила еще более жесткие требования. На острове действует не просто правило 3G с 12 лет. Невакцинированные туристы обязаны пройти карантин в специальном отеле для непривитых, даже при наличии отрицательного теста. В Финляндии правило 3G распространяется на приезжих с 15 лет. В Германии на лето практически все ограничения отменили, даже для приезжих. Поэтому по возвращению домой COVID-сертификат не понадобится. Бесплатные экспресс-тесты на COVID в Германии закончились. Теперь за анализы на станциях тестирования или в аптеках придется платить 3 евро. К такому соглашению пришли министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах и министр финансов Кристиан Линдер. По новому регламенту тестирования бесплатные экспресс-тесты останутся доступными только определенным группам лиц. Сделать анализы за счет государства могут по-прежнему люди, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям. Также бесплатными тестами могут воспользоваться дети до 5 лет, члены семьи больных COVID, жители и посетители домов для престарелых, людей с инвалидностью и посетители больниц. Бесплатно обязаны протестировать выздоровевших от коронавируса, чтобы они могли вернуться к работе. К другим темам. Ассоциация немецких транспортных компаний подсчитала, что только за июнь жители Германии купили около 21 миллиона билетов за 9 евро. Кроме того, он поспособствовал облегчению дорожного движения в крупных городах страны. Так, специалисты по данным о загруженности трафика сообщили о снижении пробок в 23 из 26 обследованных городов. Между тем, Deutsche Bahn сообщает о росте числа пассажиров в своих региональных поездах на 10-15% в июне, по сравнению с тем же периодом в докризисные времена. Не меньший интерес билет за 9 евро вызывает у жителей Германии и в июле. Он ожидает, что количество проданных билетов будет еще больше. И о науке. Ученые попросили не отключать звук у смартфона. Это не только не помогает бороться со смартфонозависимостью, но усиливает стресс и тревожность. В результате эксперимента оказалось, что те, кто включил на телефоне режим молчания, проводили в соцсетях гораздо больше времени и проверяли телефон значительно чаще, чем те, кто оставил режим вибрации или звонка. И тем выше у них были показатели стресса. Вместо того, чтобы совсем отключать звук оповещений, можно попробовать настроить их таким образом, чтобы получать только уведомления в случае, если вам пишут близкие, друзья и родственники. Возможно, это поможет снизить тревожность, предполагают ученые.